Северодвинск Возможные кардинальные изменения в местном самоуправлении общественники Северодвинска обсудили с губернатором региона. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. 24 сентября новый законопроект реформы местного самоуправления будет рассматриваться на сессии регионального парламента. Новый законопроект должен привести во власть профессионалов-управленцев. Подробности в первом видеоматериале. Общественность Северодвинска обсудила областной законопроект реформы местного самоуправления. В дискуссии принял участие губернатор Игорь Орлов. Как отметил глава региона, законопроект рождался на встречах с главами муниципальных образований, депутатами, с молодежными активистами, профсоюзными лидерами, а также с представителями бизнеса. При его разработке учитывалось и мнение ветеранов-управленцев советской эпохи. Даже использовался экспертный научный подход. Прорабатывался опыт аналогичных систем управления в других регионах страны. По словам губернатора Игоря Орлова, создается институт глав администрации. Этот институт появляется для того, чтобы прописать и освободить исполнительную часть от политических функций. Дать возможность прихода на этот уровень власти, на эту позицию человека-профессионала, управленца. В каких-то моментах техноя, если это необходимо, все зависит от особенностей того или иного муниципального образования. Новый законопроект призван защитить город от некомпетентных людей, которые могут прийти на должность главы после окончания полномочий мэра в результате выборов. Утверждать кандидатуру главы администрации, работающего по контракту, будет депутатский корпус. Варианты того, что она не будет принята, возможны. А чтобы привести на должность главы администрации и профессионала, будет сформирована специальная комиссия авторитетных людей. Она и предложит кандидата на должность. Не губернатор назначен, не комиссия назначена, а назначат муниципальные представители города, то есть собрания. Они выдадут кандидатуру. Да, эксперты отработают, что это за человеком. Они рассмотрят его программу, которую он предложит. Кандидат на пост главы администрации должен будет представить комиссии конкретный план действий и команду людей, с которой планируют работать. Конкурс кандидатов должен быть открытым. После принятия законопроекта муниципальные образования региона должны будут внести в свои уставы соответствующие изменения. Целую компанию лжедоноров выявили на Севмаше. С начала года на предприятии они принесли 12 поддельных справок о сдаче крови. Первое дело уже рассмотрели в суде. Сотрудник малярного цеха по месту работы предоставил две медицинские донорские справки за якобы сданную им кровь на Архангельской станции переливания крови. Это дало ему право на сохранение средней заработной платы и получение дополнительных дней отдыха. На работе ему были предоставлены оплачиваемые выходные. Однако расследование показало, что справки поддельные. Исходя из показаний самого подсудимого, данные справки он приобрел на территории города Архангельска и согласно заключениям эксперта, данные справки являлись поддельными. Подсудимого не смущало даже, что данные справки были под одним и тем же номером, выданы одним и тем же врачом в одно и то же время. Суд назначил работнику наказание в виде штрафа 8 тысяч рублей. Материалы на других работников, подозреваемых в лжедонорстве, переданы в спецполицию. А на предприятии ужесточен контроль приема этих документов. Наказание может быть и суровее, до двух лет лишения свободы. 21-я рулит, не хотим в другую школу. Такие слоганы слышали прохожие возле одной из городских школ. Пятиклассники и их родители выступили против масштабной реорганизации образовательных учреждений. По указаниям министра образования и науки области до следующего сентября, школы Северодвинска надо объединить. Так 21-я, 22-я и 25-я должны стать одним юридическим лицом. Не хотим в другую школу, мы хотим 21-ю! Против слияния трех школ ученики 21-й. Ведь со смены учебного заведения придется привыкать к новым учителям, одноклассникам, осваивать другой маршрут. Напомним, Северодвинские школы ждет масштабная реорганизация. Слияние школ необходимо ради оптимизации расходов. Эту школу основал Юдин. Здесь были теплицы установлены. Ей около 35 лет. Особенно волнуются родители слабослышащих детей. Если среднее звено отправят в 25-ю школу, то мы остаемся здесь одни со старшеклассниками. Это 10-й, 11-й класс. Нам тоже неинтересно, о каком инклюзивном образовании может идти речь, когда наши дети останутся одни. Это никакого общения, даже ни на переменах, ни на каких праздниках. Не предполагалось, что в здании 21-й школы будут только старшие классы. Но это совсем неразумно. Сколько же надо старших классов, чтобы заполнить школу? Предполагалось, что они увеличат набор, потому что набора не будет производить. 25-я школа, вот о чем я говорил, и 22-я получит свою новую миссию. При этом никаких перемещений детей никто не предполагает. В управлении образования пояснили, до 20-го года планируют постепенное перемещение. То есть учащиеся этого года закончат обучение в здании своей школы. А со временем, если создадут условия для слабослышащих детей, в 22-й школе там будет набор с 1-го по 4-й классы. С 5-го класса они продолжат обучение в здании 21-й школы. Мое глубокое убеждение, что если дети в течение нескольких лет получат, значит, младшие школьники, получат отдельно стоящее здание, значит, со всеми удобствами, значит, и всем остальным, да, то это пойдет им только глубоко на пользу, а никак не на вред. 25-я школа продолжит обучение детей со своего микрорайона и детей с ограниченными возможностями. Единственное, что изменится, дети там будут учиться с 1-го по 9-й классы. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Центр судоремонта «Звездочка» 19 сентября отметит свой юбилей. О последних достижениях предприятия, о людях, которые ремонтируют и строят корабли, смотрите завтра в выпуске новостей. А в преддверии 60-летия «Звездочки» с ее работниками встретился глава города. В связи с 60-летием с начала производственной деятельности ООО «Центр судоремонта» наградить почетной грамотой администрации Ларина Игоря Николаевича, начальника бюро. Лучшим из лучших заслуженные награды, цветы и памятные подарки. В канун юбилея Центра судоремонта работников завода поздравил глава города. Михаил Гмырин сам больше 30 лет отработал на «Звездочке». Отрадно то, что юбилей отмечает «Звездочка» на подъеме, о том, что сегодня идет набор кадров, о том, что до 2020 года полный портфель заказов. Это тоже, безусловно, радует. Встреча с мэром – повод задать ему вопросы лично. Корабелы спрашивали об оборудовании новых пешеходных переходов и велодорожек, сроках строительства крытого катка и продлении Ягринской набережной. Все предложения и замечания были взяты главой города на карандаш. Больше тысячи человек заболели ОРЗ в первую неделю сентября. Сегодня это число выросло вдвое. Больше 44 тысяч северодвинцев подлежат вакцинации от гриппа. Из них 13 с лишним тысяч – дети. Сделать прививки надо за два месяца до предполагаемой эпидемии, то есть до середины ноября. Для взрослых в поликлиниках есть гриппол, для детей – гриппол плюс. Фиксируется сезонный рост респираторных заболеваний. Рост стоимости бензина отмечается на всех АЗС региона. По данным на август, стоимость 92-го выросла на 30 копеек, 95-го – на 15. При этом цена дистоплива снизилась также на 15 копеек. На начало сентября Архангельская область занимала по показателю 92-го бензина третье место среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. По бензину марки АИ-95 – пятое место, по дистопливу – седьмое. Напоминаем, в соответствии с поручением президента России Министерства экономического развития и конкурентной политики, ежемесячно проводят мониторинг ситуации на рынке светлых нефтепродуктов региона. С учетом информации ключевых игроков данного рынка – Архангельстата и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Платить взносы на капремонт с 1 ноября будут обязаны все собственники помещений в многоквартирных домах. Если способ формирования фонда капремонта – спецсчет, взносы должны поступать ежемесячно до 10 числа. Договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания собственников может быть установлен иной срок. Взносы собственники уплачивают на основании платежных документов, предоставленных владельцам специального счета ТСЖ, ЖСК или иным специализированным кооперативам. Если фонд будет на счете регионального оператора, взносы на капремонт уплачиваются ежемесячно до 20 числа на основании платежных документов, которые предоставлены региональным операторам. Получить пошаговые рекомендации для организации капитального ремонта и ознакомиться с региональной программой капремонта можно на сайте правительства Архангельской области. На портале ЖКХ размещен график приема граждан по личным вопросам. Также вопросы можно задать по электронной почте. В рабочие дни с 9 до 17 часов работает телефон горячей линии в Архангельске 8 818 26 54 06. Конкурс на соискание ломоносовских премий объявлен в области. Эти премии ежегодно вручаются отдельным лицам, коллективам, предприятиям и организациям, которые способствуют практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области. На соискании выдвигаются работы в сфере науки, техники, культуры и производственной деятельности. Документы на соискании премий необходимо предоставить до 20 октября по адресу Архангельск, улица Попова, 2, корпус 1, Ломоносовский фонд. Телефоны в Архангельске 214 168 или 211 736. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580 700 или пишите номер 8 911 0 580 700. Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и шнобелевских. Шнобелевская премия «Пародия» на престижную международную награду учреждена в 1991 году. Ежегодно обладателями этой премии становится 10 человек за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Претенденты на шнобелевскую премию в этом году, например, достижения на темы. В какой пропорции можно смешивать безалкогольное пиво и водку, и что будет с капустой, если днем ее накрывать темным целлофаном, а ночью освещать ультрафиолетовой лампой. Кстати, претендовать на шнобелевскую премию может каждый. А теперь о погоде на пятницу. Дальше небесная канцелярия из Сергея Диего. Пасмурная дождливая пятница ожидает город. Здравствуйте! Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Рыбалка стоила жизни. Тело утонувшего мужчины нашли в реке Ягорка. Нужна помощь земляков. Библиотекарь из Северодвинска претендует на звание лучшей в стране. О метео-ястропрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор торговая сеть «Медведь». 19 сентября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 8 градусов. Пасмурно. Днем температура поднимется до отметки плюс 11. Пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 764 миллиметра артутного столба. Пятница. Хорошее время для начала учебы. Поездки, встречи с партнерами или друзьями. Если вам кто-то должен деньги, с большой вероятностью долг вернется именно сегодня. Выполняйте и сами то, что давно обещали. Лечение, начатое в этот период, пройдет легче и результативнее. И не забудьте заглянуть в отделы торговой сети «Медведь», ведь для вас новая осенняя коллекция 2014 года. Торговая сеть «Медведь». Живи, мечтай, люби. На этом у меня все. Желаю яркого настроения и широких улыбок. До свидания. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Летопись. Осень 2014 года. Торговая сеть «Медведь». Отличный светлый магазин торгового дома «Калаш» в квартале «В» предлагает все виды тканей, фурнитуру и швейные машины, профессиональные консультации с учетом выбранной модели и назначения ткани. Коллекции постоянно обновляются и отвечают всем актуальным тенденциям моды. Тут же ткани для шторы, карнизы. «Калаш» на морском 56, третий этаж. «Калаш». Жизнь в цвете. Химчистка, белоснежка, стирка, чистка одежды, ковров и мягких игрушек, бережная обработка, доступные цены, услуги хранения. «Южная-16», «Мира-23А», «Кириллкина-5», «Воронина-38». Свежий башкирский мед, конфитюр из цельных ягод, бесплатная дегустация, низкие цены. С 16 по 25 сентября. Дворец молодежи «Строитель». Банка меда в подарок. Торговая сеть «Медвежонок». Обувь для любимых детей. Торговый центр «Южный». Торговый центр «Приморский». В эфире «Весик Северодвинской» мы продолжаем. Библиотекарь из Северодвинска может стать лучшей в стране. Марина Филина уже прошла в два этапа конкурса «Библиотекарь года». Впереди последний. Помочь стать лучшей может любой северодвинец всего одним кликом мышки. Женщины, как всегда, у нас любят почитать про любовь, поплакать вместе с героиней. Поэтому можно предложить им почитать замечательные книги Лоиан Райс. Марина Филина что-нибудь почитать уже не предлагает. Сейчас она не библиотекарь, а пишет проекты, выигрывает гранты для городских библиотек. О существовании конкурса «Библиотекарь года» узнала на отдыхе у моря. Решила, почему бы не отправить себя. Руководство идею одобрило, собрала пакет документов за 9 лет. Нужно было написать эссе, которое называлось «Я библиотекарь», подойти нестандартно к этому. Познакомившись уже с представленными работами своих коллег из других городов России, я решила, что я должна написать так, ну как никто не напишет. Ну пусть это очень так звучит высоко, но я попыталась. Я думаю, что у меня получилось, и меня заметили. Так Марина Филина вышла в финал «Библиотекаря года». В нем 20 человек со всей страны. Библиотекарь для нее не только профессия, но и увлечение. Марина любит путешествовать по России, а главное хобби на отдыхе – зайти в библиотеку. Я в этом году была в поселке Кабардинка под Геленджиком. Библиотека была практически рядом от моего места проживания. Я, конечно же, туда зашла. Пообщаться с коллегами – это прежде всего. Так в нашем городе скоро воплотится идея из Рязани. Это проект «Библиотека без стен». Подробности пока втайне. В нашем городе Марина – создатель многих проектов. Например, школа современного пенсионера. Где пожилых людей учат работать на компьютере, разбираться в проблемах ЖКХ. Или проект «Оживика», где дети оживляли статичные картинки и превращали их в мультфильмы. Кстати, проект «Живая библиотека», где посетители вместо книг читали людей, привезен Мариной из Пензы. Предел моих мечтаний, наверное, библиотека. Областная библиотека имени Лермонтова в городе Пенза. 12-этажная библиотека, напоминающая какой-то невероятный сосуд, цилиндр. Он просто зеркальный, сверкающий. Чтобы стать лучшим библиотекарем страны, Марине предстоит обогнать 19 конкурентов. Помочь Северодвинке победить может любой. Для этого надо зайти на страничку Центральной библиотеки имени Гоголя ВКонтакте. Перейти по ссылке, найти фото Марины и отдать свой голос. Прием голосов продлится до 6 октября. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, ясник Северодвинска. Воровали электроинструменты, припасы и соление из гаражей строительного кооператива «Контакт». В совершении преступлений задержаны два брата, 19 и 23 лет и их 24-летний друг. По факту краж возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Три пятерки, вот этот «Субар» пошел к вам, знаете? Так точно! Глубки за руку! Имони всем подразделениям! Огонь 7, Ягомель, передайте информацию! Тело утонувшего рыбака обнаружил очевидец. 13 сентября двое мужчин отправились на рыбалку в район реки Ягорка. На следующий день они не появились ни дома, ни на работе. А в службу спасения поступила информация, что на берегу обнаружено тело. Предположительно, это один из пропавших рыбаков. Скорее всего, переохлаждение. Скорее всего, переохлаждение. Люди, скорее всего, попали в воду. Одежда намокла, спаджилетов нет. Вода в такой воде и в тяжелой одежде тяжело плыть. Люди попросту не выплыли. Но по данным заявителя, алкоголь любили употреблять. Поиски второго рыбака сейчас продолжаются. Продолжается грибной сезон и сезон потеряшек. С 12 сентября из леса спасатели вывели 6 человек. Теряются в основном в СНТ «Космос» и в районе Куртяева. Всем, кого вывели из леса, больше 50 лет. Последний раз спасатели помогли женщине из СНТ «Северное сияние». В лесу ей стало плохо. У нас с собой световые сигналы, звуковые сигналы с собой обычно, когда выходим на поисковые работы. И советовали быть все время на связи. Выехали на место, определились, куда она пошла. Соседка рассказала, куда она обычно ходит. В течение, наверное, полутора часов мы ее нашли. Помощь медиков женщине не понадобилась. А спасатели настаивают. Отправляетесь в лес, сообщайте родственникам место, куда идете. Берите с собой мобильный телефон, компас, свисток, нож, необходимые лекарства и одевайтесь в яркую одежду. Концерт «Влагодарность за помощь». Сегодня в Доме офицеров звучали песни о войне, мире и любви. Перед военными моряками Беломорской базы выступила автор музыки, поэт-исполнитель и дочка первой беженки из Луганска Стелла Зубкова. Начну с песни Булата Акуджавы. Это молитва. Это то, чем мы сейчас начинаем, где и не заканчиваем. «Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня». Эти строки Булата Акуджавы для автора и исполнителя песен Стеллы Зубковой «Непустой звук». Стелла Валентиновна родилась в Северодвинске, сейчас живет в Луганске и от ужасов войны увезла свою маму в город Корабелов. Тут Зубковой оказали помощь, неравнодушные ко всему происходящему на Украине экипаж тяжелого ракетного подводного крейсера Дмитрий Донской. А сейчас я приехала ее проведать, и как раз во время моего пребывания здесь экипаж атомного крейсера Дмитрий Донской принес ей помощь гуманитарную. Для меня это было очень символично, потому что мой отец служил здесь, испытывал первые атомные корабли. И я решила сказать спасибо таким способом, то есть сделать концерт для личного состава. Концерт посетили не только военные моряки Дмитрия Донского, но военнослужащие Беломорской военно-морской базы, которые также оказывают беженцам из Украины помощь. Мы решили оказать помощь беженцам. Мы не могли пройти мимо стороной. Благодаря администрации нам дали списки. Каждую семью позвонили, те, кто сам здесь находился в данный момент. И в общем собрании военнослужащих в частях было принято решение оказать им для начала первоначально помощь в продуктах питания, которые они же бросили все на своей земле. В этот раз повод для концерта был печальным. Впрочем, Стелла надеется, что в следующий раз спеть в этом зале придется по случаю прекращения боевых действий в Украине. И случится это как можно скорее. Сергей Курбан, Константин Мухин, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. АПЛОДИСМЕНТЫ Устали? Плохо спите? Проблемы с позвоночником? Тогда вам в фирменный салон «Оскона». Трансформируемая спальная система «Эргомоушн» сделает ваш сон полезным и комфортным. ErgoMotion – это легкость в управлении, легкая и удобная смена положений, функция массажа разной интенсивности. ErgoMotion – движение, которое дарит жизнь. Фирменный салон Аскона. Спите на здоровье. Дом быта «Северное сияние», второй этаж. Если у вас есть дача, если вам есть чем похвастаться, будь то разработанный участок, шикарный дом или дивный урожай, тогда вам остается позвонить нам, принять участие и забрать эти классные призы. Подарочный сертификат и другие дачные подарки. Смотрите себя и ваших соседей по даче каждый четверг на ГТРК «Северодвинск». После программы «Вестник Северодвинска». Передача «Дачник-удачник». Вестник Северодвинска о спорте. В спортивном центре морской и физической подготовки Владивостока прошли три чемпионата ВМФ России по гребле на шлюпках, гребно-парусному двоеборью и парусным гонкам. В соревнованиях приняли участие 13 команд из пяти флотов России. В Приморье наш город защищали моряки 21-го государственного центрального морского полигона. По итогам соревнований неоспоримым лидером во всех трех чемпионатах стала команда Тихоокеанского флота, завоевавшая три первых места. Северодвинцы составили Тихоокеанцам сильную конкуренцию. В их копилке два серебра, в гребно-парусном двоеборье и в парусной гонке. Рисунки песком. Студия творчества в детском развивающем центре «Аленка». Волшебные занятия на световых столах, мастер-классы цветным песком, видеозарисовки на песке, создание мультфильмов и песочные дни рождения. Лучшие аниматоры города, детские фотосессии, подарочные сертификаты. Детский центр развития «Аленка» Ломоносова, 107, Республиканская, 21А, Октябрьская, 37. Подарите детям творчество и праздник. Знаете ли вы, что правильная осанка – это залог здоровья вашего ребенка в будущем? Правильная ортопедическая мебель ДЭМИ максимально полезна для ваших детей. Высота стола, угол наклона столешницы и глубина сидения легко регулируется. Детская мебель ДЭМИ – это крепкий позвоночник и красивая осанка ваших детей. Компания «Росмебель» – официальные представители мебельной фабрики «ДЭМИ». Качество производителя и гарантия – полтора года. Выгодные условия для оптовых покупателей. «Росмебель» Карла Маркса, 14. Телефон 59-89-09, 8-911-570-20-50. Компания «Сервисстрой». Нам 9 лет. В честь дня рождения скидки всем. Окна, жалюзи, балконы, потолки. Мы уверены в качестве, потому что с нами надежно. «Сервисстрой» – гарантия качества. Спонсор прогноза погоды – компания «Сервисстрой». В пятницу 19 сентября в Северодвинске ожидается ветер переменных направлений, к вечеру поменяется на северо-западный слабый – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и составит 764 мм ртутного столба. Пасмурно, небольшой дождь. Тип погоды второй – благоприятный. Температура ночью плюс 8, плюс 10. Днем – 9-11 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – компания «Сервисстрой». Нам 9 лет. В день рождения приятно получать подарки, а мы дарим скидки. Компания «Сервисстрой» с нами надежно. Редактор субтитров А.Семкин